В Доме культуры Станицы Северской прошла открытая сессия Совета. В зале присутствовали депутаты, руководители общественных организаций и местные жители. С докладом о работе администрации за минувший 2022 год выступил глава поселения Алексей Анашкин. За короткий срок пребывания в должности ему и его команде удалось сделать немало в вопросах развития разных сфер жизни поселения. Расходная часть бюджета Северского поселения за 2022 год исполнена в сумме 237 миллионов рублей. Из них собственные доходы налоговые и неналоговые 150 миллионов рублей. Сумма безвозмездных поступлений составила 87 миллионов рублей. Расходная часть бюджета Северского поселения за 2022 год исполнена в сумме 242 миллиона. Наибольший удельный вес в расходах приходится на содержание обслуживания жилищно-коммунальной сферы и на социальную сферу. Кроме того, внимание уделялось дорожному ремонту, благоустройству и наведению санитарного порядка. После доклада желающим предложили задать интересующие вопросы. Касались они преимущественно проблем водоснабжения, расчистки русла реки Убин, качества дорог и интенсивности движения большегрузов по улицам Северской, водители которых зачастую игнорируют правила парковки. В Северской практически в церкви сложилась такая ситуация, что находится несколько заводов. Это черноголовка и ряд понимающих заводов. И вот эти фуры многочисленные, которые стоят на обочинах, мало того, что они пользуются дорогим покрытием, но они создают угрозу жизни и здоровья нашим детям, прежде всего, потому что фуры становятся на обочинах, дети начинают, пешеход перекрывают, видимость, несколько раз я сам видел, как детей чуть не сбивают. Задали и вопрос о сроках строительства нового детского сада на улице Энгельса на 140 мест. Где-то, наверное, в 25-м году, январь-февраль, он будет введен в эксплуатацию. Ну и рядышком там как раз-таки уже мы начали строительство центра единоборств. Достаточно большой, 1800 квадратных метров, двухэтажный, с возможностью проведения там соревнований. Поэтому вот эта зона улицы Энгельса, она, конечно, получит свое развитие. Кроме того, с возведением этих объектов можно будет рассчитывать на капитальный ремонт проблемной дороги. Виталий Веденеев уверил, что краевое финансирование будет. Ведь губернатор Кубани дал поручение в приоритетном порядке выполнять строительство асфальтовых дорог ко всем социальным объектам, которые возводятся за счет бюджета. В целом, работу главы поселения признали более чем удовлетворительной. Представители общественности и депутаты выразили главе поселения благодарность за работу и пожелание дальнейших успехов. Селевское повезло, что Алексей Иванович пришел в желание. Много надо сделать. Если мы будем друг друга уважать, мы больше сделаем. Успехов вам, Алексей Иванович, и вашей команде. Спасибо большое.